Здравствуйте! Если вам не терпится поскорее обустроить участок и уже в первый же год увидеть на нём красочно расцветающую клумбу, но вы новичок и не знаете, с какой стороны подступиться к задаче, наш вам совет. В первую очередь обратите внимание на однолетние красивоцветущие культуры. Почему? Да по многим причинам. Однолетников существует огромное количество всех форм, размеров и цветовых оттенков, вы обязательно выберете среди этих растений такие, что подойдут по стилю именно для вашей дачи. Причём какие бы ландшафтные почвенные и климатические условия на ней не были представлены. Спасибо за вашу поддержку лайками и комментариями. Также вы можете поддержать канал Финансово, всю информацию найдёте в описании под роликом. Ну а мы продолжаем. Однолетники порадуют вас цветением уже в год весеннего посева или на следующий, если вы посеяли их под зиму, тогда как многим многолетникам ещё потребуется сезон, а то и несколько, чтобы основательно укорениться и обжиться на новом месте, прежде чем зацвести. С однолетниками не страшно ошибиться, если вы в сезоне посеяли конкретное растение в неподходящем ему месте и сеянец чувствовал себя не очень хорошо. Вы просто усвоите урок и в следующем году не повторите своих ошибок. С многолетниками в данном случае возиться пришлось бы гораздо дольше, исправляя ситуацию. С однолетниками, благодаря многообразию сортов и видов, в цветнике можно экспериментировать ежегодно, меняя его внешний вид, композицию и цвет под настроение, каждый сезон придумывая новые интересные сочетания. В общем решено, выбираем однолетние культуры для цветника. А самые неприхотливые и быстрорастущие из них, с выращиванием которых справится даже цветовод-новичок, мы вам покажем. Ну и начнем мы с цинии, которая пришла к нам из Мексики. Циния входит в десятку самых популярных в России однолетников. Это объясняется ярким видом цветка, обилием сортов, с многообразием расцветок и форм, устойчивостью к заболеваниям и простотой ухода. Вы можете выбрать ранний или позднецветущие сорта, высокие или почти карликовые кустики, простые или махровые соцветия. А уж о разнообразии окраски цветков цинии и говорить не приходится. Белые, желтые, оранжевые, розовые, красные, пурпурные и даже пестрые цветы с контрастной сердцевинкой будут украшать ваш сад несколько месяцев, вплоть до заморозков. Для обильного цветения растению нужна лишь плодородная почва нейтральной кислотности. Выращивать цинию лучше через рассаду, семена высевают в первой половине апреля. Беспроблемная цветная ромашка космея прекрасно сама размножается самосевом, но если вы впервые хотите поселить ее на своем участке, посейте семена в грунт в конце апреля, начале мая. Цветы должны появиться спустя 3,5 месяца после посева. Также культуру можно смело сеять под зиму. Для растения выберите солнечные участки с хорошо дренированным и не слишком питательным рыхлым грунтом. Цветет космея в течение всего лета и до самых морозов при этом не требует основательного ухода. В цветниках чаще всего выращивают космею дважды перистую и серно-желтую, реже шоколадную. Но не забывайте, что у каждой из них есть масса сортов с простыми и махровыми цветками всевозможных оттенков. Дельфиниум, живокость или шпорник, как только не называют эту культуру. Дельфиниум – это декоративное растение с нежной розовой, сиреневой, белой окраской собранных в кисти соцветий. Есть у дельфиниума многолетние и однолетние садовые разновидности. Если вы выбрали последний вариант, то семена можно высевать в открытый грунт в мае, когда минует угроза возвратных заморозков и уже в июле можно будет любоваться цветами. Дельфиниум предпочитает солнечные и безветренные участки с легкой почвой, где не застаивается вода, а также он не переносит холодных сквозняков. И это, пожалуй, единственный каприз этого выносливого растения. При правильном выборе места дельфиниум способен цвести до 50 дней, а если все сделать правильно, то растения еще и осенью порадуют своими цветками. Пушистые, неприхотливые бархатцы исключительно жизнерадостного желто-оранжевого цвета, а порой и кремово-белого и даже зеленого, легко уживаются с соседями практически на любой клумбе. Цветки на растении распускаются спустя 10 недель после посева семян в открытый грунт и продолжают свисти до первых осенних морозов. Причем у семян этой культуры практически стопроцентная всхожесть. Бархатцы хорошо растут как на солнце, так и в полутени, способны выносить засуху, собственно поэтому летом не погибнут, даже если вы приезжаете на дачу не чаще одного раза в неделю. А еще выделяют полезные и для человека, и для окружающих растений фитонциды, за что особенно ценятся огородниками, которые часто сеют бархатцы близ грядок. Известный всем обычно как полевой цветок сорняк-василек, давно уже принял оккультуренный вид и поселился на многих клумбах в качестве декоративного растения. И его разнообразные сорта сегодня могут похвастаться не одними только оттенками синего, васильки также бывают белыми, лиловыми, розовыми и даже двуцветными. И цветут садовые васильки до двух месяцев, причем вы можете выбирать как те, что зацветают в мае, так и те, что будут радовать глаз даже в сентябре. В районах с мягкой зимой семена василька можно сеять в открытый грунт в сентябре. В местах с более холодными климатическими условиями лучше посеять семена весной. Для лучшего цветения васильки выращивают на открытом солнечном участке в нейтральной или щелочной почве с хорошим дренажом. Васильки не требуют практически никакого ухода, не забывайте только время от времени поливать их. Быстрорастущая ипомея, которая родственница обычного вьюнка, в рекордные сроки превратит любой унылый забор, арку или стенку в настоящую живую изгородь. Обильно усыпанную воронкообразными розовыми, голубыми, красными или лиловыми цветками с июня и до самых заморозков. Цветки остаются раскрытыми весь день только в пасмурную погоду, а в солнечные дни раскрываются рано утром и закрываются к обеду. У растения есть как многолетние, так и однолетние виды. Выращивают ипомею из семян, которые высевают в открытый грунт в мае, хотя она и сама неплохо справляется с самосевом. Растение предпочитает рыхлый питательный грунт со щелочной реакцией. Чтобы нежные листья, цветки и длинные побеги не срывало ветром с опоры, для посадки лучше выбирать их и защищенные от сквозняков места. Настурция – это яркое, быстрорастущее и абсолютно неприхотливое растение, которое украсит сад любого стиля, вырастет на клумбе, в горшке, практически на любой почве, на солнце и в тени. Хотя в наших широтах настурция не зимует, однако цветет до холодов. У этой культуры несколько десятков видов – это карликовые, кустовые или оновидные, так что выбрать подходящий для конкретного участка не представляется сложным. В конце мая настурцию сеют прямо в грунт, оставляя между семенами расстояние в 25 или 30 см. Растения зацветают спустя 12 недель после посева и в начале активного роста требуют достаточно обильного полива. В остальном культура абсолютно неприхотлива и долго будет радовать вас оранжевыми, желтыми, красными, розовыми или двухцветными цветками, в зависимости от вида и сорта. Наиболее популярны в средней полосе настурции – это большая, канарская, иноземная и щитоносная. Если почва на участке кислая, либо обедненная, если большую часть времени пространство открыто прямым солнечным лучам, обратите внимание на декоративный крупноцветковый портулак. Этот такой нежный и хрупкий на первый взгляд цветок, который не нуждается в частых поливах, спокойно растет на скудных грунтах и хорошо переносит жару и яркий свет. Портулак даже иногда именуют солнечной розой. Влага, накапливающаяся в его плотных мясистых листьях, позволяет растению долго оставаться в тонусе. Период цветения с июля по сентябрь. Культура эта быстрорастущая, неприхотливая, отлично размножается, имеет множество сортов с простыми или махровыми цветами белой, желтой, лиловой или розовой окраски. Выращивать портулак лучше рассадным способом, семена сеют в марте, а всходы обязательно обильно досвечивают. Ну и как же без подсолнечника, ведь это не только обилие вкусных семечек, но и прекрасное, неприхотливое садовое растение. Благо, селекционеры на сегодняшний день вывели множество декоративных сортов этих солнышек. Однолетний подсолнечник может быть разного роста, как карликовым, так и весьма высокорослым, с простыми или махровыми цветками не только желтой, но также оранжевой, красной и даже фиолетовой окраски. Цветет растение не менее месяца в середине лета, будучи превосходным медоносом. Эта теплолюбивая культура предпочитает нейтральную питательную, легкую почву и хорошее освещение. Семена высевают в середине апреля или в мае. После появления всхода в подсолнечник переходит в стадию цветения примерно через 80 дней. Целлозия – это самые неприхотливые однолетники для новичка. Это растение с необычными бархатными соцветиями на первый взгляд кажется исключительно капризным экзотом, хотя на самом деле оно неприхотливо, не нуждается в усиленном уходе и частых поливах. Не боится засухи, всегда эффектно выглядит и долго цветет. Строго говоря, это многолетник, но в средней полосе в открытом грунте целлозию выращивают в качестве однолетней культуры. У растения множество сортов, которые делятся на две группы – плюмоза с метельчатыми соцветиями, напоминающими плюмаж и крестата с цветками гребнями. Хорошо растет на солнечных, защищенных от ветра местах. Чтобы увидеть раннее цветение гребешка, в марте-апреле нужно высеять семена на рассаду, желательно в отдельные стаканчики, чтобы сеянцы потом не пикировать. Мирабелис – это многолетник, а в средней полосе в открытом грунте культивируется как однолетник. Это травянистое растение с прямостоячими, густо ветвящимися стеблями и простыми салатово-зелеными листьями. Цветки воронки ночной красавицы, раскрываются после шести вечера, остаются раскрытыми почти до утра и наполняют сад сильным пряным ароматом. А еще и цветом, ведь на сегодня выведено множество сортов Мирабелиса с белыми, красными, розовыми, желто-оранжевыми, двуцветными и пестрыми лепестками. Мирабелис лучше всего растет на открытом солнце, на плодородных грунтах. В остальном он исключительно не капризен, вынесет и ветер, и засуху, и пыль, и загазованность воздуха, и притенение. На рассаду его высевают обычно в марте, в открытый грунт переносят в мае или июне. Если не следить за созревающими осенью коробочками, то эта ночная красавица быстро заполонит весь сад самосевом. Клеуму, из-за необычного вида, у которой белые или розовые цветки, в некоторых странах именуют пауком, а кое-где и брызгами шампанского. Садоводы ценят цветок за красоту и неприхотливость и готовы мириться с его своеобразным ароматом. Цветет клеума все лето вплоть до первых осенних заморозков, а на участке ей подойдет солнечное место без холодных сквозняков с хорошим дренажом, например, с песчаным грунтом. Полив ей требуется редкий, но обильный. Посеять семена клеумы можно в грунт в ноябре или апреле или на рассаду в конце февраля, так как всходят семена долго, до трех недель. В мае саженцы отправляют в грунт на солнечный участок. Уход сводится к поливу и по желанию, внесению минеральных удобрений для цветущих растений раз в три недели. Желто-оранжевые цветки и ноготков можно увидеть практически на каждом дачном участке. И не случайно. Так как это растение декоративно до глубокой осени, исключительно неприхотливо, холодостойко, эффективно противостоит насекомым вредителям и возбудителям болезней. Обладает лекарственными свойствами и даже употребляется в пищу. Календула без проблем размножается самосевом и хорошо растет даже на бедных почвах. Единственное, это постарайтесь обеспечить ей самое солнечное место на участке. В остальном из обязательных процедур по уходу культуре понадобится лишь полив в жару. Как видите, даже если вы новичок в цветоводстве, существует масса неприхотливых растений, с выращиванием которых вы обязательно справитесь и получите яркую цветущую клумбу уже в первое лето. Ну вот и все на сегодня. Все эти растения можно приобрести, перейдя по ссылке в описании или в закрепленном комментарии под роликом. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео и оставляйте комментарий. Также переходите по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки также найдете в описании под роликом. И если хотите поддержать канал, то ссылки тоже в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok